К гражданам, которые по состоянию здоровья не могут работать, самостоятельно ухаживать за собой и вести быт, обязательно кто-то помогает. За осуществление такой помощи Пенсионный фонд России устанавливает компенсационную или ежемесячную выплату. Компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособному гражданину, который ухаживает за нетрудоспособным гражданином, независимо от факта их совместного проживания и от того, являются ли они членом одной семьи. К таким нетрудоспособным гражданам относятся инвалиды первой группы, за исключением инвалидов с детства первой группы, престарелые граждане, достигшие возраста 80 лет, престарелые граждане, нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе. Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей в месяц. Ежемесячная выплата устанавливается нетрудоспособному гражданину, ребенку, инвалиду в возрасте до 18 лет и инвалиду с детства первой группы, если за ним осуществляют уход неработающий трудоспособный гражданин. Размер ежемесячной выплаты для родителей, усыновителей, попечителей и опекунов составляет 1500 рублей, для остальных лиц составляет 1200 рублей. Выплата по уходу устанавливается одному неработающему трудоспособному гражданину, в отношении каждого нетрудоспособного гражданина, ребенка и инвалида в возрасте до 18 лет и инвалида с детства первой группы на перевод осуществления ухода за ними и выплачивается ежемесячно. Пенсионеры и граждане, состоящиеся на учете в службе занятости населения, такие выплаты получать не могут. Если наступили обстоятельства, влекущие прекращение выплаты, гражданин, осуществляющий уход, обязан в течение пяти дней известить об этом территориальный орган пенсионного фонда. Основанием для прекращения выплаты является наступление следующих обстоятельств. Смерть гражданина, за которым осуществляется уход, а также признание его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим. Прекращение фактического ухода. Назначение гражданину, осуществляющему уход пенсии, независимо от ее вида и размера. Назначение гражданину, осуществляющему уход или нетрудоспособному гражданину пособия по безработице. Выполнение нетрудоспособным гражданином, либо лицом, осуществляющим уход, оплачиваемой работы. В течение срока гражданином, за которым осуществляется уход, установлена первая группа инвалидности, либо категория ребенок-инвалид. Признание нетрудоспособного гражданина инвалидом с детства. Достижение ребенком-инвалидом 18 лет, если ему по достижении этого возраста не установлена первая группа инвалидности. Помещение гражданина, за которым осуществляется уход в организацию социального обслуживания, предоставляющего социальные услуги в стационарной форме. Прекращение выплаты пенсии гражданину, за которым осуществляется уход. Вот полный перечень обстоятельств, лекущих прекращение выплаты компенсационной и ежемесячной выплаты. В личном кабинете гражданина на сайте пенсионного фонда также доступна услуга подачи заявлений в электронном виде о факте осуществления или прекращения работы. Чтобы уведомить пенсионный фонд о прекращении ухода за нетрудоспособным гражданином, можно воспользоваться данным сервисом.